Пока открываю бутылки и жду дорогую гостью. Кто это будет, сейчас вы узнаете через несколько секунд. Так, ну я просто открываю бутылки, это не игра. Бутылки надо открывать, тем более такого вина. Ну что, гостя в кадр. Всем привет, вот и дождались гостю. В гостях желанная многими, как телезвезда, Татьяна Селиванова. Почему она в кадре, сейчас расскажу. Я наткнулся в рознице, в красном и белом. Ну и раньше видел, кстати, перекрестки. Вот этот бренд, Татьяна, наверное, ты тоже видала. Я видела в ленте, в твоем доме. И, по-моему, в пятерке тоже. Да, они много где стоят. Меня давно подписчики просили продегустировать. Но вот я наткнулся в красном и белом за какие-то там смешные деньги, там 399 рублей. Да, акция, наверное, была. Бутылка собираю. Нет, а, ну желтый ценник, ну у них там 2-3 ценника в желтых. Окей, окей. Вот, и вот этот Сапирави, как-то сейчас мы попробуем его первым, на первом, что он самый молодой. Вот, ну я давайте буду наливать. Давайте обсудим. Да, будем обсуждать. Ну что, Юрий, я так думаю, вы меня пригласили, чтобы услышать мое мнение. Конечно, да, да, именно так и получилось. Вот, и я, ну, так иначе начал свои поиски. И мне досталось, путем того, что мне прислал просто поставщик, ну есть там знакомые у меня, прислали мне всю линейку, причем есть линейка, которую там еще пока трудно найти в рознице, есть позиции, да. Вот это позиция кофе-стайл. Особо они мне еще не рассказывали, как все кавказские люди. А, слушай, вино пей, что там, вино не говорить, вино надо пить. Для этого у вас есть и я. Да, я, ну, как бы, ну, во-первых, мы с Татьяной, как вы знаете, подружились благодаря тому, и спасибо большое, и спалать тебе, бояриня, что провела этот репортаж, и вообще было супер. Спасибо, Юрий, за приглашение. Я обещаю, что теперь-то мы начнем. А, как говорится, чаще и чаще вас радует, потому что там я даже сделал заставку такую, что там подрабатывали, да, ну там и я, я и ты. Я видела, видела. Вот, и Нару тоже, о, Татьяна Селиванова и Юрий Юрьевич в одном там ролике. Да, и это нормально. Да, и тут раз и облом, потому что меня-то там не было, собственно. Да ладно, мы были в начале. Нет, в ролике, конечно. Ну, у нас, ну, как бы, нас не было вдвоем, Татьяна. Так вот, начинаем с первого супер-райта. Давайте, отлично. Я расскажу историю, как я, я купил, попробовал, и я удивился, что до 400 рублей, ну, такое, ну, конечно, это не Грузия, похоже на Грузию, но вот ту Грузию, которую мы пробовали до 400 рублей, там был вообще караул, честно говоря. Я думаю, ну, я, может, мне кажется, когда один Коля у меня хороший товарищ, но не сильно компетентен, то позвоню и напишу, и приглашу самой компетентной, самой умной, самой-самой-самой женщине на планете... Вино. В планете вино, да. Потому что в других сферах, например, в видео, есть другие видеры. Да, есть графини. Да, и так далее. Ну что, Юрий, хочу сказать, по внешнему виду все отлично. С трепетом в сердце я... Присоединяюсь, разделяю. Не претендую. Ну, все хорошо по внешнему виду, нос у него тоже чистенький. Если говорить про то, насколько угадывается сапирави, вполне себе. Ну, во-первых, есть вот то, за что мы любим сапирави, это чуть-чуть молочки такой вот идет. Да, ок, но мне кажется, что здесь все-таки было прикосновение либо дерева, либо гребня, потому что не чисто ягодный. Да, есть деревяка, но, прошу прощения, такой бульгарный... Академик в шоке. Я даже вот снимал шортсы, я там сказал, что дуб. Ну, возможно, не дуб. Ну, какое-то было, может быть, клепка и так далее. Хорошо. Он-то он вписан нормально. Нет, здесь совсем нюанс такой вот, действительно, но просто он чувствуется. Это, знаете, для меня скорее это молочный шоколад, вот то, что вы, да, отметили. И ягодность. Ягод очень много. Черная смородина, черешня, черника, все... За 399 рублей. А чисто как? Вот, мне просто нравится, что хороший такой нос у него профильный, а он без дефектов, без каких-то посторонних. Да, согласитесь, что удивляет историю, то есть, вот, соотношение цена-качество. Да вы мне вообще открыли, вот, дивный новый мир сегодня. Да, давайте пробовать. Давайте. Отлично. Хороший баланс, среднее тело, бархатный тоничек, мягкий, отличная сочная кислотность, как будто бы ешь черную смородинку свежую. Мне такое по душе. И это и гастрономичный, и сортовой, и очень, вы знаете, такой многофункциональный вариант. То есть, я не представляю человека, который скажет, фу, гадость, уберите. Это только какие-то, знаете, люди с предрассудками насчет винду 500 рублей. Так, давайте теперь... О, кофейный стиль. Мне достались еще такой... Да, давайте, Александра Улю. Кофейный стиль, еще и Александра Улю. Я вообще, честно говоря, при моем, в общем-то, достаточно, скажем, что там, огромном опыте, но все-таки опыт-то у меня есть. Да. Вот. Я Александра Улю в моносорте, в сухом виде никогда не пробовал. Мы же его всегда, Татьяна, привыкли с вами ощущать в вине Хонтикара. Совершенно верно. Вот. И... Совершенно верно. Как вы попробовать в моносорте? Я даже не думаю, что из него делают вино, вот так вот моносортовое. А я готова прокомментировать, если вы мне позволите. Я думаю, что это абсолютно современное прочтение, потому что все страны с долгими традициями края, регионы, все края с долгими традициями виноделия сейчас активно ищут какие-то новые решения. И действительно, мы привыкли, что Хонтикара равно Александра Улю плюс Муджури Тули. Это вечный вот как бы треугольник, который, да, соединен. А тут они развелись. Не развелись, а сепарировались. Это намного лучше, потому что каждый остался самостоятельной личностью. Кофейный вариант к нам пришел в мир из ЮАР, конечно. Это после успеха сумасшедшего бариста. Но я смотрю здесь, да, прям по дизайну понятно, что это кофе, потому что у нас зернышки по капсуле. Вот этот вот цвет кофейный написано на этикетке. И я соглашусь, неожиданно, что это Александра Улю, потому что сепарави подошел бы кофейный стиль, как бы логично. Но сепарави было бы слишком банально. Ну, а ведь скажите, Александра Улю, он такой понежнее, чем сепарави. И ему, как вот эта кофейная причесочка сверху, присыпочка, она очень неплохо пошла. И я, на самом деле, тоже был немного... Ну, все-таки там мои друзья, там, доставили мне вино. Я был, ну, немножко напрягался. Мне казалось, что сейчас, черт что, опять будет. Но прямо в первом нюхе, извините за выражение, Адо оправдывает себя. И мне почему-то вспомнился пи Наташа. А я сейчас скажу слово, которое поднимет продажи этого вина до фантастических высот. В три раза. В сто. Мне кажется, что пахнет тирамису. Да. И это очень вкусный запах. Потому что кофе, какао, сливки, бисквит, все это. Я соглашусь, что это нежнее намного сорт, чем сепарави. Потому что сразу в аромате нет вот этой вот черной смородины, все более деликатно. Но кофейный стиль здесь, еще я хочу добавить, что есть кофе ристретто, есть эспрессо, а есть латте и капучино с карамельным сиропом. Вот это вторая группа. Да, да. Кстати, много чего есть, кстати, не выпили. Мы как два профессионала, Татьяна, мы не про, как говорится, не... Я прошу прощения, в рот не набрали. Пффф, хорошо. Сухое вино. Ну, сладость такая прям ощутимая. Сухое красное, да. Очень мягко на вкус. Действительно, я бы даже подумала... А вы знаете, сколько тут спирт? Я вижу. 13. Это очень неприятно, потому что такой девчачий вариант в хорошем смысле. Мне напомнилось пенпиночет как-то, пенонуары, вот. Ну, такой мягкий, то есть он, конечно, это не запираю, он очень легкий. Девчачий, да. Девчачий, потому что он и ванильный, и округлый, и бархатистый для девчачьих компаний, и для зимы прям в самый раз. В общем, я вам могу с чистой совестью этот образец порекомендовать. Во-первых, вы, если не пробовали Александра Оля раньше, вы сможете с ним познакомиться. А во-вторых... Ну, как я, например, сейчас. Ну, про себя не могу сказать того же самого, но кофейный пробую, честно, да, в первый раз. Очень даже достойный вариант. Давайте, да, попробуем более классические образцы. Да, ну, и что интересно, что получается в Осетии, там достаточно большая культура, ну, в Южной Осетии. Да, да. Большая культура виноградарства. Я готовился, почитал статью. Ну, в общем, там было много совхозов в советское время, о чем они производили. Конечно, все это грузинские сорта. Но что интересно, что у них вот этого нет, получается, да, там, запад-восток. То есть они все сорта делают, и западные, и восточные. То есть для нас Александра Оля, это уже западник. Конкретно. Да. Вот, и плюс ко всему мы сейчас с вами подбираемся, Татьяна, к Ильяму, нашему Шекспиру. То есть к купажам. У нас с вами Тау Куэри и Мерлу. Мерлу. Так. Еще я смотрю, выдержано полтора года в бочках. Да, 18 месяцев кавказский дуб. Так, я еще вам что-нибудь почитаю, как код ученый. Элегантно-кубажное вино из красных сортов винограда Тау Куэри и Мерлу. Выращено в полдородной земле Южной Осетии. Выдержано в дубовых бочках более 18 месяцев. Ну, больше особо ничего не написано. Ну, я думаю, что это, скорее всего, Кавказский дуб. Осетия-Схенвальский район. Вот. И вот посмотрим, что у нас. Татьяна, чтобы не перепутать. Что? Как там у вас пока? Я поболтаю. Ну, у меня все в порядке. Это не настолько, конечно, ванильное и сладкое, как предыдущий образец. Это сразу видно, что мы переходим в другой сегмент уже для людей. Другой калибр. Другой калибр, да. Другой эшелон. Поэтому здесь уже акцент на другие совсем вещи. Не на ваниль. Знаете, даже немножко он кровавенький. Железистый воровать. Да. Что для меня обычно хороший знак. Потому что это лишает как раз вина вот этой вот, знаете, карамельности подкупающей. Придает ему индивидуальности. Да, ну, я внизу лептуру, но, конечно, дуб уже на грани все-таки. Может быть, ему надо бы полежать в бутылке еще какое-то время. Может быть. Сейчас попробую, потому что я вот смотрю, как только оно дышит, оно становится лучше. На самом деле. Полежать в бутылке, я думаю, что может быть даже как-то его дольше держать в бокале. Не скажу за декандр. Дата розлива свежайшая. То есть это июнь 23-го. А год-год-год-год-год урожай это... Я хочу посмотреть. Нет, я не вижу его. Я тебе поищу. А, год урожай 18-й. Все. 18-й на самом деле. Последовало ожидать. Да, это очень хороший срок. А как вам идея скрестить Товквери и Мерло? Ну, смотрите, идея скрестить Товквери и Мерло очень современная. Учитывая просто Товквери, это не настолько редкий в чистом виде сорт, как, например, Александраули. Поэтому уже его характеристики более изучены. Но Мерло, я догадываюсь, почему выбрано. Потому что оно не глушит Товквери. Товквери, это не самый мощный сорт винограда. По моим ощущениям, это что-то вроде такой, знаете, корвины. Итальянский вот сорт этот представляет собой. Потому что он не слишком темного цвета дает вина, насколько мне известно. И он в красные ягоды уходит. Не слишком агрессивен во вкусе. Ну и второй важный момент. Если вы хотите проникнуться нежностью к этому сорту, то он однополый. Ему нужен другой сорт, чтобы было опыление. Товквери? Товквери, да. У него только женские цветки. А он мальчик или девочек? Женский. А Мерло кто? А Мерло у нас гермафродит. Вот поэтому он Товквери. Так что Мерло может его опылить. Но он Мерло-то привнесен. Но я понимаю, что это происходит на лозе. Я больше шучу. Сказать вам, кто основной партнер Товквери? Суперави? Чинури. Все, да. Так что Суперави сам по себе. Ну что, я... Хотя, ну а как дуб, мне кажется. Ну вот прям он такой вот... Ну, конечно, с другой стороны, чтобы 18 месяцев кавказцы и сохранить достаточную все-таки сдержанность его, потому что он все-таки здесь прямо чувствуется. Я думаю, что это для тех, кто любит такие дубовые вина больше. Вы знаете, я бы посоветовала тем, кто любит Испанию. Вот испанские вина, они обычно очень щедрые выражения дуба. Да, 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 да. Не риберу. Да, что-то более такой классический, риоханский стиль. Но для меня дуб не царапающий, не болезненный, хотя он ощущается, но я это вино и никогда бы не предложила просто пить без всего. Это очень легко, можно смодерировать там мясом жареным, поэтому этот дуб уйдет. Ну что, переходим дальше? Да, поехали дальше. Давайте, Татьяна, я, кстати, пока вы говорили, я мог бы открывать бутылку, но можно еще продолжить. Следующий нас Ламиаури и Сапираю. На самом деле я к стыду своему тоже про Ламиаури ничего не знал, но мне удалось почитать, и написано было в одних источниках, что это осетинский автохтон, в других написано, что это чуть ли не в кафете выведенный сон. Причем там была такая статья, была написана выведенный грузинским ученым Иваном Мухиным. Ну, Мухиным это ведь, это старинная грузинская фамилия, то есть, как известно, то есть, вот, но в принципе, я так понимаю, что все-таки, может быть, он и не автохтон, даже если он наиболее типичен для Осетии, его там часто, часто с ним работают, часто его как-то делают, и у нас он с вами будет еще в конце дегустации в полусладком варианте. Ой, как здорово, как интересно. В полусладком варианте, да, что-то такое из Ламиаури сладкое. Вот, а сейчас у нас с вами опять, по-моему, есть, а, собираю вот что-то интересное. И я вижу, что это уже полусухой вариант, а последний Ламиаури у нас вообще полусладкий. А это полусладкий у нас, да, а я не посмотрел. И из этого я делаю вывод, что это сорт тяготеет к остаточному сахару. Да, хорошо, сахар. Я просто извините, когда поставил, не посмотрел. Ничего. Ну, тоже старость, Татьяна, понимаете, поставил полусухой перед сухим. Вы ого-го! Вы лучше всех! Для этого я ее и звал. А вот, для комплиментов. Черт, подери. Нет, ну... Тысяча сорокет. Коралья. На самом деле интересно, потому что... Вот давайте я повангую немножко перед тем, как пробовать это вино. Саперави – это сорт, который по своим характеристикам близок к Каберне Савиньон. Тоже насыщенный, черносмородиновый, тонинный. И по цвету он темнеет, чем Каберне часто. И его роль в блендах очень часто, как у Каберне Савиньон. То есть, если чего-то не хватает другому сорту, то Каберне концентрацию повысит и цвет улучшит, черных ягодок подбросит. Поэтому вот здесь, мне кажется, Ламиаури просто для мощного вина с выдержкой 18 месяцев, просто не хватило концентрации. А Саперави взял на себя эту благородную роль. А вот вы... Попробуйте. Ну, давайте... Я на самом деле прям с первого носа начинаю любить эту вину. Как у вас пойдет процесс влюбления? Я как опытный исследователь действую. Сначала я знакомлюсь с визуальными параметами. Какой параметр? Люблю. Да, вы как влюблю, но я как детектив. Ну, смотрите, вот Саперави у нас цвет дает всегда очень темный, и в первом вине это было очень хорошо заметно. А здесь средней насыщенности. Значит, Ламиаури этим цветом не обладает. Значит, он разбавляется пирамем. Нос. Нос сладкий, ванильный, прям пломбир. Молочный шоколад. Лесной орех. Не какие-то лукунные еще вот ноты слышатся какие-то. Кондитерская прям сразу и ссоя. Кондитерская, да, очень пряная такая. Гвоздичка даже чуть-чуть. Да, 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 кстати, гвоздика очень хорошо. А гвоздику может давать кавказец дуб? Конечно. Конечно. Мне кажется, это вот такая вот профильная тема как раз не американского, а остальных видов дуба. Но такой нос, вот я пока не пробовала еще нос, такой конкретно рождественский. Ну, мне очень нравится. Рождественский имбирный пряник, вот этот такой. Слушай, меня на самом деле удивило. Я понимаю, что я перепутал, поставил полусухую, но оно уже вынюхивается прям как сладенькое такое. То есть сладкий нос. Сладкий нос. Давайте попробуем, что там во рту у нас. Ну, по-моему, классно. Я прям вижу огромную аудиторию для этого вина. Мне сразу вспоминается клюков сахарной пудрой, вот такие вот вещи. Там или какая-то смородина присыпанная, так хорошенечко ванильным таким бутлером из пудрочки, да. Ну, вспоминается что-то десертное, я с вами согласна. Хотя это вино полусухое, оно не сильно тяжелое. Здесь кислотность очень хорошая. Ну, знаете, есть любители таких вин. Да. И что интересно, они могут не обязательно с десертными там или на десерт. Они могут с мясом. Запомните эти слова. Совершенно не нужно это к шоколадному тортику только подбирать мясо, пожарьте. Я можно еще добавлю от себя? Здесь и пойдет, и птица, и... Печень. Да, да. Печень. Печень, причем печень-то не каждому вину, она с горчинкой. Печень просто, смотрите, она сама по себе сладковатая, она не слишком структурная. Вот поэтому ее, конечно, к таким вот более мягким винам в самый раз. Интересно, кстати, печень я вот как... Лучком карамелизованным. Надо нам с Николаем как-нибудь... Давайте. Поэкспериментировать в плане печени. Давайте. Имени Ганнибала Ликтора пусть будет выпуск. Вы же любите театр. Как ты сказал, я съел ее с отличным пьянчем. Да, да. Но здесь вариант поинтереснее. Я дам вот краткий портрет этого вина. Если вы не любите вина терпкий, не любите кислый, не любите супер острый, то это вот очень такой смягченный вариант. Из того, что мы уже попробовали... Да я вообще пока что приятно удивляюсь, насколько уровень... А мы будем потом голосовать, кто кому... Будем, да. Кто, что кому больше все понравилось. Я бы вот пока вот между ними связь провела, потому что они из одной семьи. Я бы еще не пробовали именно полусладкое или полусухое, там какое оно меньше. Полусладкое, да. Не надо хранить главное это вино, потому что мне кажется уже все оптимально в балансе. Ну и ламиаурия, насколько, да, я вот могу сделать вывод из того, что мы пробуем, это в принципе не на выдержку сорт, в отличие от Сапирави, который часто улучшается. Ну что, давайте я открою ближе ко мне бутылки. Мне не сложно. Тот случай, когда можно позволить женщине открывать, как бы... Взять дело, что она... Потому что она профессионал. Да. В точке зрения открытия. Хоп-хоп. Все быстро. Ну я все же, да, была смелье. Почему была? Ну я имею в виду, когда в ресторане работала. Русский смелье бывшим не бывает. Это очень приятно. На самом деле, вы же знаете вот этот кризис нашей профессии, когда нас сейчас называют смелье. Да, я знаю. Им удобнее так говорить. Я не обижаюсь, потому что мне дольше объяснять. Да, и мне тоже дольше объяснять. Но иногда, конечно, это цепляет, потому что мы уже давно не смелье. Ну, в какой-то степени мы с смелье просто часто же не разбираются. Ой, может быть, вам побольше, а то и по привычке дегустационной. У меня просто бокал большой, чтобы правильное соотношение было. У нас на повестке дня сухое, выдержанное 18 месяцев, сапераве Алладастури. Алладастури тоже локальный специалитет. Западник, да. Это гуря, по-моему, родина сорта. Алладастури. Слушайте, ну, да. Снова не конец. Стилистика та же. Мне добавились еще немножко какие-то ментоловые тона, вот какие-то хвойные, я не знаю. Ну, вот чуть-чуть и в колинчик такой. Пошел, возможно, тоже эта работа с бочкой очень хорошая. Стиль тот же сладкий. И оно, причем, числится как сухое, но оно как сладкое тоже будет прекрасно. Ну, сладкий. Я соглашусь, что хвойный такой, знаете, можжевеловый. Не елка, а вот что-то такое более ягодное. Такой эвкалипт, вот как в бане поляснули на камушке. Да. Так, сухое 14 градусов, но не сжегнулся. Сжегнулся абсолютно, да. Давайте попробуем, что там во рту. Оно немного другое. Сильно отличается. Оно чуть больше вяжу, все-таки попосильнее, помощнее. Сопирали. Все-таки Сопирали делает свое дело. А это мы там Сопирали. Но здесь он солирует. А, то есть первое написано, что больше. Я уверена в этом, да. Потому что Алладастури в данном случае, скорее всего, написано пропорция. То есть здесь Сопирали поддерживал... 60. Татьяна. То есть здесь Сопирали поддерживал Ламиаури, а здесь Алладастури оттеняет Сопирали. Совершенно верно. Это как в Бордо, это система блендов. В Рони здесь точно такая же, да, система кавказских классических сортов. Но здесь более классический стиль. Вот если вы любите Сопирали, то это оно. Повышенная терпкость, хорошая кислотность, тело, сухо, классический. Но все-таки Алладастури добавил ему пикантность, согласитесь. Смягчил и добавил вот эту такую ягодность легкую, которой Сопирали часто не хватает. Он просто часто выступает как такой уже тяжеловес. С другой стороны, Сопирали может быть и бархатным, и фиалковым, и нежным. Да. Как сделаешь. Я хочу, кстати, Татьяна, заметить, и вот если нас смотрит винаодел, может быть, кто делал, я хочу заметить единство стиля и очень такое, как сказать, талантливая работа с ассамбляжем, очень интересные подходы и вообще мастерство. Ну, я вам тоже хочу напомнить, Юрий, что это у нас крупнейший производитель своего края, поэтому это чуть ли не единственный, по-моему, в Южной Осетии. Может быть и так. Я не исключаю какие-то домашние винодельни, но это у нас, да, самый развитый. И, по-моему, единственный, да, где полный цикл, то есть от начала до конца все у себя производится. Вот. Ну, я хочу сказать, что, ну, правда, согласитесь, четко сделано все. Ну, чем кляс? Айпадом! Ну, нет, тут на самом деле на камеру не сыграешь восторг, это видно по невербальным сигналам. Ну, у меня в первую очередь, вообще в наше время, Татьяна, вы же понимаете, что надо искать цен на качество все глубже и глубже. Я с Руси захожу в магазин сетевые и вижу вина, которые стоили раньше, там, простите, 300-400 рублей. Сейчас стоит тысячу, я имею в виду так называемые, не за столом будет сказано, недружественные страны. То есть они все прям полезли вверх и очень прям активно и стремительно. Угадайте, с чем это связано. Ну, мы понимаем, чем связано. Просто это таможенная пошлина, рост курса доллара, но нам-то от этого не легче. А вот эта история, она, это импортное вино. Да, кстати. Ну, я думаю, что это не относится к тем самым недружественным. Вот, и оно не облагается такой пошлиной и мало зависит от долларового курса. Поэтому мы можем получить нормальное вино по адекватной цене. То есть это же сейчас чуть ли не самое главное. Ну, и большой плюс, что вы попробуете все-таки локальные специалитеты. Это не набившие уже оскорбину сорта винограда. По крайней мере, можно сказать, что теперь вы это пробовали. Это было в вашей жизни? Это было и сделано было хорошо. И это все-таки регион старого света, то есть не какие-то новоделы. Давайте я вам налью полусладкого ламиаурия. Ах, вот тот случай, когда женщина наливает мужчине. А мужчина же так настолько расслабился, что и хорошо ему. Он не сопротивляется даже. Я не чувствую в этом дискриминации, честно вам скажу. Здесь 12 алкоголя, все остальное в сахаре осталось. Да, написано, что ламиаури чистые, только Южная Осетия. То есть никаких нет тут, да, заигрышей с соседними регионами, только специалитеты во всей своей красе. Меджида, это, кстати, название речки местной. Ну да, река и долина реки, там все одно. Чем не старый свет? Вполне, вполне. Ну, тот же стиль, тот же аромат, пряный, гвоздичный, конфетный, пряничный. Пряный и пряничный. То есть у нас будут два теперь определения. Я хочу добавить от себя то, чего не было. По крайней мере, я не услышала в предыдущих. Здесь появились цитрусовые цукатики, апельсиновые, корки, грейпфрутовые. Или, знаете, вот мармелад эти цитрусовые долечки. Лимонные дольки. Да, потому что вот этот нос, он меня просто сразу, так вот, знаете, остротой своей как-то зацепил, потому что это не приторный нос. Это не просто карамельки, сложенные в кучу, залитые сиропом. Здесь есть, да, и характер. Ну, ягоды черные, да, все на месте. Ну, да, ну, в первую очередь, вот у меня прям под покром вот этой пряничности, ягоды даже меньше чувствуются, хотя они во вкус очень хорошо. Вообще отлично. Для тех, кто искал альтернативу своим любимым, не буду говорить, каким полусладким, да, ладно, кинзмараули, которого я перепробовал, у меня ролик уже за 200 тысяч набрал, где мы перепробовали 6 кинзмараули, только 2 оказались более-менее приемлемые. Очень спекулируют на этом имени. Поэтому малыши вот такие вот малоизвестные сорта, которые, как вы видите, даже профессионалы рынка не знают слишком глубоко, вот они, конечно, могут предложить. Ну, правда. А, вы смеетесь на слово глубоко? Нет, я смеюсь. Да, то, что Татьяна незаметно меня успела подколоть, подстролить. А я, а я, а я. Я в той же глотке, конечно. Вот я про себя говорила, в том числе. Нет, просто мне понравилось... В той же глотке не росло. Надо будет на утверждение ролик Татьяне прислать, а тут будет... Тогда только бы оставится вступление описания фруктовых ароматов и прощания. Ну, нет, на самом деле, очень элегантный такой вариант. Снова неприторный при всей своей сладости, поэтому это хороший вариант, знаете, куда? Не только к десертам, к бургерам. Потому что бургер, ну, правда, он же сам по себе сладковатый. Да, не сладкий. Во-первых, булочка там сладкая, сладкий чечек и всякие такие вот сладости. Ну, в общем, все, что вредное... Еще, можно? Еще обязательно, знаете, что вот эта азиатская всевозможная лапша или с уткой там, или с чем-то другим, которая с соевым соусом, с устричным соусом, то есть, чтобы полусладкое было на умами. И мне кажется, будет прям очень хорошо. Ну, и, в принципе, тем, кто просто хочет выпить вина без закуски, ну, или там с плавленным сырком, или с каким-то домашним сыром, таким мягким, таким белым сыром, то очень будет вкусно. И просто сели, взяли сырок, нарезали колбаски, какой-то мясной закуски, и сидите, выпиваете, общаетесь, кушаете. Отлично. Я думаю, что мы, Татьяне, дадим с собой эту вину. Нет, дайте мне кофейный. Хорошо, кофейный. Кто-то скажете, на что укажет ваш перст, на что укажет указывающий, на то и пойдем. Кофейная тема просто, это очень благодарная история. Нет людей, которых бы запах кофе прям вызывал неприязнь. Даже если вы не пьете кофе, скорее всего, кофейные конфетки там, или кофейный тортик, они приятно радуют. Поэтому это беспроигрышный вариант. Причем он такой ненавязчивый. Абсолютно. То есть он же больше к зерну кофейному ближе, чем, собственно, к уже готовому кофе. Мой диагноз тирамису. Я не готова видеть свои показания. Я не так хорошо разбираюсь тирамису, но тем не менее. Ничего, ничего. Однажды вы снимете на этот тимурник. Это я не перенесу. Так, итак, наши лидеры. Татьяна. Ну, я призналась в любви официально кофейному. Ну, из тех, кто мне понравился, вы знаете, наверное, первый образец цена-качество. И вот этот ламиаури с операви тоже вот по своей ненавязчивости, вот по своей гармонии. Пусть оно полусухое, если кого-то до сих пор там это ранит, то меня уже давным-давно нет. Это очень хороший такой, более элегантный вариант, если вы любите примитивы без дубовой бочки, какую-то там чрезмерную, скорее сочненькая, ягодная. Поэтому вот мои три, вам остается полюбить остальных троих, которые представляют собой мускулинный характер, более мощный. Ну, не знаю, они не настолько мускулинны. Я вообще, у меня, в первую очередь, порадовало, что у всех вин уровень. То есть я просто, как сказать, Татьяна, ну, она пришла как гость, она понимает, что я ей вообще плохое вино никогда не предложу. Вот. А я у меня был такой немножко, я трепетал внутри себя, потому что, думаю, сейчас Таня придет, как бы вдруг вино не такое окажется, будет неловко перед ней. Вот. И вино все оправдало надежды мои. То есть я прям от сердца отлегло, потому что я выпил, и, как говорится, маешь вещь в руках или там где-то держишь ее. Вот. Поэтому вот это меня больше всего порадовало. А так по вариативности, по вариативности, может быть, мне тоже понравилось. В ламиауре, да, сапираве. Да, да, в ламиауре сапираве, потому что, во-первых, вот этот ламиауре для меня еще пока... Я начал его, во-первых, узнавать. Он и в сладком, и здесь проявляет себя вот эту вот, как мы назвали, прянишность, да. Не пряный, а прянишный, да, то есть похоже на прядик, да, то есть каким новогодним пряником, то есть он прекрасно себя повел. Вот. Ну и спасибо виноделу и компании за то, что они нас знакомят с этими сортами. Мы просто их, честно говоря, мне кажется, ну так бы нигде не попробовали. И это прекрасно, что у нас до сих пор есть выбор. Сколько лет в вине? Чуть больше, чем я. Сколько вам лет, сколько я в вине? Вот, а представляете, до сих пор нам есть, что изучать. Я думаю, что это дорогого стоит. Да. Никогда не надоест наша профессия. Никогда не надоест. Ну что, выпьем? Выпьем. Напоследок. Знаете, я что еще хочу напоследок отметить? Нет, у меня есть еще. Спасибо, Ламиаури, полусладкая. Я хотела отметить абсолютно современное оформление. Вот я смотрю, написано Иран Сан латинскими буквами. Это издалека абсолютно смотрится как Айрон Сэн. А Сэн это что такое? Ну, Сэн это уже неизвестно, но слово Айрон. Знаете, Айрон Стоун. А я никогда об этом не думал. Айрон Сэнд. То есть, в принципе, если бы там еще была буква Д, железный песок, это было бы почти террор. Ну, на самом деле, вот здесь разумное соотношение вот этого золотого пафоса и вот какой-то стильности. Потому что вот совсем уже не переборщено. Хотя этикетка все-таки богатая, согласитесь. Ну, этикетка классическая абсолютно. Есть у нее очень, она, кстати, технологически сложная. Вы же знаете, что вот это вот надо наклеить раздельное, попасть, чтобы они там совпали. Да, ты вот видите, тут она разрезана. Я вижу, вижу. Я просто смотрю, что есть и ковка вот эта вот. То есть, орнаменты локальные. Это, кстати, базовая более серия. Да, то есть. И даже базовая выглядит как премиальная. Да, потому что вот это вот. Когда обычно берешь такую бутылку, думаешь, ну все, на этикетку потратились. Кстати, многих это и останавливает, да. Да, иногда вот у винолюбов такое. Но здесь не тот случай. По крайней мере, соотношение цена-качество точно адекватное. Вообще даже без вопросов. Кстати, кофейный единственный под винтом. То есть, он настолько у нас стильно модно-молодежно, что он белый единственный. Винодельный та же, но бренд совершенно по-другому выглядит. Он более такой, ну вот, европейский, что ли, ориентированный. Или какой-то, не знаю, может быть, под современные тенденции. Просто буквы. Здесь какая-то капелька кофе. Даже кофеечек, конечно, капает. Потек-потек. Ну, все, хотя, давайте пожелаем. Надеюсь, успеем выйти до Нового года. Поэтому надо поздравить с наступающим. С наступающим, дорогие друзья. Пусть Новый год принесет вам исполнение всех желаний ваших. И пусть, не бойтесь этого, потом появятся новые. А вы, а вы что-то скажете, Юрий? А, я заслушал статью. Такой сложный был тост. Я хотел сказать, что давайте, пользуясь случаем, я хочу сказать, что вот я не так давно попросил Татьяну помочь на мероприятии. Я в таком цитноте был, что когда человек находится в состоянии стресса, ему в голову часто приходят такие интересные, очень неординарные решения. И как раз это было решение попросить Татьяну помочь. Я думаю, что мы начали таким образом этап, период нашего сотрудничества, которое, пишите в комментариях, если вам понравилось, которое мы продолжим дальше. А вас училка не пугает? Училка? Нет, а кто училка? Нет, Татьяна, ну, дело в том, что... Я же все же не карнет, Юрий. Ну, как позиционировать? Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!